Господь вместе с учениками своими ходит из Лифании последний раз в своей земной жизни в оград Иерусалим. Ходя в святой город, Он посылает учеников некому человеку, который должен им попасться на встречу, пророчествовать в этой встрече, который будет нести воду из источника, с повелением задать вопрос, где ты уготовишь Пасху для меня и моих учеников? Хапит – это был один из тайных учеников Спасителя. Такой же ученик давал Ослика, когда Господь въезжал в Иерусалим. И теперь такой же тайный ученик готовит место для праздничного пасхального ужина. Это было время иудейской Пасхи, время, когда про верные иудеи вспоминали освобождение из египетского плена и те события, которые были связаны с этим освобождением, египетские казни и последние из них, когда везде в Египте погибли первенцы от человека до скота, а семьи иудеев, отмеченные особым знаком, мимо этих семей прошел ангел смерти. И после этого страшного бедствия порон отпустил иудеев в поход в землю обетованную. И Пасха, Песок – это прохождение мимо. По повелению Божию, в эту ночь в Пасхане все были уже собраны в путь и должны были вкушать стоя запеченного на огне агнца или от овеца, или от козвищ, не переламывая его костей. В этом было пророчество, потому что все жертвы Ветхого Завета, все множественные принесенные овнов, сельцов и козлов, все это было всего лишь образом то единственной жертвой, которая теперь должна совершиться в игре в Иерусалиме. И когда Христос будет распят и вольны подойдут ко крестам, справа и слева распятых разбойников, чтобы облечь их страданий и перебить им голень, чтобы они задохнулись под весом своего тела, подойдя к кресту, увидят, что он уже умер. И евангелист Матфей скажет, что это в исполнении пророчество, кость его не сокрушится. И вот такой праздничный пасхальный ужин, наверное, уже не первый в истории их жизни и в их общении Христос должен был совершить вместе с своими учениками в особом помещении. Это помещение было на одном из холмов, на которых расплавался город Иерусалим, Сионский пол. И в историю это помещение вошло под названием Сионская горница. Что значит приготовить это помещение? Это помещение должно было быть чисто убрано, выметено, вымыто. Из него должно было быть удалено все квасное тогдашней традиции. На пасхальном ужине обязательно был человек, который был глава стола, председательствующий, так можно было бы сказать, который руководил этим ужином. Это был не просто ужин. На нем присутствовали определенные ритуальные блюда и произносились определенные благословения и молитвы. Там кушали запеченного агнца, там были опресники, знак того чистоты закона Божия, там были горькие травы, память о горькой участи иудеев, в длину египетска. Там были некие сладости, знак обетованного, сладости Царства Небесного. Там был и хлеб квасный. И вот Господь возлег, не воссел, как бы нам сказали, за столом, а тогда за столом возлегали вместе со своими учениками. И по обычаю стал совершать все то, что и всегда совершал. но предрек, что не пропоет и петух трижды, как один из вас предаст меня. И ученики стали вопрошать, не я ли Господи, не я ли. Этим вопрошением они дают нам важный пример. не быть уверенными в себе. Посмотрите, апостолы, свидетели великих чудес, люди, которым была дана власть изгонять нечистых духов, дерзновенные молитвенники. И вот они продолжали в себе сомневаться, знали свою немощь, не я ли Господи. Как нам полезно было когда-то брать с них пример и тоже иногда сомневаться в качестве своей веры, в том, какие мы православные, какие мы дерзновенные. Потому что сегодня ты стоишь и завтра ты можешь упасть. И упасть, скорее всего, в тот момент, когда ты точно знаешь, что с тобой этого никогда не случится. и среди учеников был Иуда, который все уже решил, который уже сговорился за 30 серебряников продать своего учителя. Иуда был не просто одним из 12-ти. Это был человек, которому Христос доверял, приближенный к нему, потому что ему было доверено хранить пожертвования. Это был знак доверия. Но Иуды, как мы можем предположить, была неизжитая страсть. Всего лишь, быть может, одна. Как иногда и нам совесть подсказывает нечто о любимом грехе, о котором мы знаем, каемся в нем, все понимаем. Но где-то мысленно себя уже прощаем, и мысленно знаем, что может быть завтра он опять со мной повторится. Наверное, мы, я, мы, ты, собираемся избавиться от него. Но потом. Но еще впереди. Но еще будет время. Но я еще успею. Но не сегодня. Может быть, через месяц или через год. Как мы читаем в Исповеди Блаженного Агустина, он пишет о своих молодых годах, Господи, даме целомудрие, но только не сегодня. Потом. Но что-то, может быть, подобное было с Иудой. Всего лишь одна неизжитая страсть. Неисповеданная, неосмысленная. И она привела к страшному падению. Иуда вместе с другими спрашивает, не я ли, Господи? И слышит, то, что ты задумал, делай скорее. Он все понял. И в тот момент, когда Господь оказывал первенство чести, а что значит это первенство чести? апостол Иоанн Богослов, спрашивая о том, кто предатель, получает ответ. Никто его не слышал, только Иоанн Богослов, который находился на Персе, на Грузиль Спасителя, тот, кто омочит со мной хлеб, солил, тот предатель. и Господь указывает на Иуду и оказывает им первенство чести. И он не выдерживает и выходит, убегает совершать свое страшное дело. Никто из учеников не понял, что произошло. Подумали, быть может, Господь посылает его сделать какую-то покупку. То, что ты делаешь, делай скорее. И вот там происходит еще одно очень важное и таинственное действие. Разные толкователи Священного Писания по этому вопросу несколько по-разному говорят. Кто-то говорит, что это было совершено перед началом Тайной Вечери. Это было бы логично. Кто-то говорит, что после совершения всего того, что нужно было сделать по закону, Господь, восстав, снимает себе верхнюю одежду в знак смирения, припоясывается полотенцем и начинает умывать ноги своим ученикам. Это обычно делали в богатых домах слуги. На востоке люди ходили в сандалии по пыльным дорогам. Это был знак уважения, знак любви. И он, учитель, которому все оказывали внимание, он, за которым ходили толпы людей, проявляет себя как рак, как слуга. Это было дивно и страшно. Апостол Петр возмутился и сказал, что ты не умоешь моих ног. И услышал ответ, что если я не умою ног твоих, то не будешь иметь части со мной. Если я, ваш Господь и Учитель, так поступаю с вами, то и вы так должны поступать друг с другом. Если кто-то из вас хочет быть больше, то тот пусть будет всем слугой. И в этом Господь открывает удивительную вещь. Он дает нам понимание того, что же такое истинное служение, что же такое учительство, что такое власть. Мы часто думаем, почему мы пытаемся воспитать детей, они нас не слышат, почему мы хотим до кого-то из наших близких донести важную мысль и остаемся так же непонятными, неуслышанными. потому потому что никогда невозможно никого воспитать. Воспитать можно только в себя. И далее, когда все было совершено, когда были подняты чаши, произнесены благословения, Господь берет хлеб, неснеденный хлеб, это была часть традиции. Всегда оставался этот хлеб на столе, лишний оставляли, потому что мог прийти человек, странник, его нужно было посадить за стол. Вот этот эпикифамон, лишний хлеб, как лишний, берет руки, благословляет, разламывает, дает ученикам со словами, примите и идите сие тело мое, за вас пламимое, восставление грехов. И благословляет чашу с вином и говорит пейте одни все все кровь моя нового завета, за вас изливаемое, все варите мое воспоминание. Ученики не поняли ничего из этого. Это было что-то новое, что-то доселе невиданное. Они вкушали этот хлеб и пили это вино. Это было первое в истории мира причастие, первое в истории мира таинство Евхарисии. Именно тогда оно было установлено и с того самого момента, а на первом причастии, на первой литургии было 13 человек, Господь и 12 апостолов. С того самого момента, за каждой божественной литургией началось все по воскресению Христа. Воскресший Христос так часто являлся своим ученикам, что они всегда оставляли хлеб на том месте, где он садился, а потом смоликой возносили, благодарили, разламывали хлеб, благоставляли чашу свином и вкушали от этого хлеба. Вот за все это время той самой тайной вечери общниками стали миллионы людей, а может быть миллиарды. И кто знает сколько еще будет, потому что во все века за каждой литургии и сейчас и в будущие времена, даже когда уже мы свой земной путь окончим, будут произноситься слова вечери твои тайны днесь той самой единственной неповторимой ныне совершающейся. Здесь нет ничего удивительного. В жизни мы не можем такого представить, чтобы можно было перенестись в прошлое, машину времени еще не изобрели. Но церковь, эта машина можно сказать существует, потому что церковь живет в двух измерениях, в двух мирах, во времени и в вечности одновременно. церковь. мы совершенно спокойно с абсолютной уверенностью говорим эти святые слова. Но что же значит это таинство? В чем его смысл? В Священном Писании видим очень много указаний, таинственных указаний на будущее таинства Евхаристии. Мы вспоминаем, как людей странствовали в египетской пустыне и в пустыне нечего было вкушать, чтобы не было ропота. Вдруг однажды утром они утром видят манну. Манну, что это? говорили они. Небесный хлеб, какая-то крупа, как снег. Они собирали и вкушали это. Хлеб небесный вкусите и видите ехо благ Господь. Святое причастие это небесный хлеб. Мы называем его тело Христово. В то же время мы в Евангелии находим определение Церкви как тело Христово. Церковь тело и причастие тела. Это не просто синонимы, что такое Церковь. Это навсегда тайна. С одной стороны мы что-то об этом знаем, что-то слышали, что-то есть в нашем личном опыте и в то же время этот опыт он всегда не до конца полный. Мы слышим, что Церковь из тела Христа. Мы можем некий образ такой представить живой организм, некая такая неотмирная реальность, где люди объединены действием благодати Духа Святаго. Но можно быть клеточкой живой, а можно быть клеточкой мертвой. Можно потерять связь тела и ощутить на себе действие смерти. Господь желает, чтобы мы здесь уже на земле вкусили благо жизни райской. Вот Церковь и, дорогие, это есть не что иное, как кусочек неба на земле. Если мы этого еще не видим или не чувствуем, это не значит, что это не так. Просто мы еще не готовы это увидеть, душа не готова открыться для этой реальности до конца, но это именно так, потому что за каждой божественной литургией мы слышим слова начала литургии благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. Царство это уже пришло. Врата в Иконостасе за моим спиной именуются царскими, потому что сквозь них Царь Царей и Господь Господей снисходят к нам, чтобы нас обогатить Собою, чтобы нас сделать сильными, чтобы на земле нас приобщить к вечности, чтобы заселить нас древом, плодами древа жизни. Это древо жизни есть Крест Господень. О литургии и о Таинстве Евхаристии можно говорить очень много и кажется, сколько бы ты ни сказал об этом, ты не можешь исчерпать это понятие, потому что оно очень велико и немощен язык человеческий. Но обращая свое внимание к истории первой Евхаристии. Как мы сегодня слышали, совершив Таинство, Господь с учениками воспере Псалмы и вышли и направились в Гипсиманский сад. И потом Господь берет с собой трех учеников Петра, Якова, Иоанна, просит, чтобы они бодрствовали вместе с Ним, потому что душа Его скорбела смертельно. Вот великое чудо, великая радость, в то же время рядом великая скорбь. Потому что Он знал, что грядет на Него и по-человечески страшился этого. Как и каждый из нас страшится болезней, страданий, мук. Человеку естественно этого избегать. и этот ужас, это напряжение внутреннее было столь велико, что молитва Его была до кровавого пота. Это не преувеличение. И молитва Он просил Отца Хочет если возможно пусть эта чаша пройдет мимо меня. Но не как я хочу, но как Ты. Каждый раз, когда вы будете пить от чаши сей, вы смерть мою возвещаете. Каждый раз, когда мы принимаем святое причастие и покидаем храм, как и сейчас мы покидаем храм, мы возвращаемся в мир, в котором царствует грех, еще царствует грех. И очень часто так бывает, что вот тут радость, буквально в шаге от этой радости голгоф и распятие. Ведь у каждого из нас свой жизненный крест и легкого наверное нет ни у кого. Но вспомним слова Спасителя Отче, мы страшимся этого, но не как я хочу, а как Ты, да будет воля Твоя, а не моя. До распятия произошло нечто очень важное. До физической смерти, до исхода из этого мира и в нашем уме, и в нашем сердце это важно должно произойти. Это готовность выстраданная, выношенная, выплаканная, вымоленная, распинать себя, свою волю. И тогда та великая жертва, единственная в истории мира, которая актуализируется за каждой божественной литургией, когда мы приносим хлеб и вино. Хлеб как удивительный образ всего человечества и всех нас, потому что это пшеница, и каждом из нас это зернышко посеяно, и в каждом из нас оно должно перемолоться, это образ некого подвига телесного, некого аскетического переламывания, и должна упасть покаянная слеза, солью, чтобы получилось тесто, и закваска должна действовать в этом тесте, чтобы его переквасить из верхнего в нового человека, и должен прийти божественный огонь, чтобы получился хлеб. И все мы виноградные плоды на лозе, которые есть тоже образ Царства и Небесства, и виноград, он стремится к солнцу, чтобы быть насыщенным, терпким, сладким, чтобы в следующей фазе своей жизни, когда виноград становится вином, стать напитком достойным, и лучшее из них станет кровью Господней. Это удивительный образ, образ нас самих, когда мы слышим «Твоя от твоих тебе приносящи, а всех изо вся имеется в виду не только хлеб и вино, но и каждый из нас в этом возношении приносит все, что у него есть. В смысле о том, что я, Господи, никогда ничего не имел своего, ни талантов, ни имений, это все твои дары, и я помню об этом. И ничего тебе не могу воздать в ответ, только сказать «Твоя от твоих, прими». И Господь принимает эти дары, сердце сокрушенное и смиренное, и не спасывает духа своего святаго, который хлеб и вино делает телом и кровью Господни. А нас всех из каких-то рассеянных индивидуумов, живущих каждой своей маленькой эгоистичной жизнью, делает церковью благодатной единством причастниками Царства Небесного, братьями и сестрами во Христе. Это великое чудо. Мы благодарим сегодня со страхом и трепетом, насколько мы можем благодарить Бога за его незреченное снисхождение каждому из нас. Мы благоговеем перед этой тайной, невместимой никаким человеческим умом и просим Бога. Чтобы его милость родилась нам. Чтобы у нас еще была возможность причащаться. Потому что пока эта возможность есть, для нас нет смерти. Пока эта возможность есть, для нас нету рабства. Когда эта возможность есть, то здесь на земле познаем, что такое Царствие Небесное. С праздником, дорогие мои! Ждем Исстановления Тайной Вечери. Сегодня мы все на этой Святой Трапезе. Выходя из храма, будем помнить о гефсиманских молитвах, о том, что, может быть, и мой личный крест где-то очень рядом. Это совсем не обязательно, что меня будут распинать. Распинать можно и словами, и как-то еще иначе. Так вот, будем выходить, принявши святые дары, с готовностью до конца и в большом и малом предать себе руки Божией. Господи, сотвори со мной то, что Тебе угодно. Да вы справились, пути Твоя никак не хочу, а как Ты. Аминь.